итак наша квартира входная дверь снимали через booking.com пока нашли это был целый квест квест комнаты отдыхают входе тепло что очень приятно как мы продрогли при входе вот кухонька открывается вид вот сюда сам узел покажу сюда идет гостиная с диваном вот такой зоны обеденной шкаф и проходим сюда спаленка с окошком а теперь подробнее это внутренний двор батареи теплые такая вот с большим шкафом и с высокими потолками спальня кресло торшер приятная такая комната картина гостиная плавно окно тоже во внутренний двор диван торшер велкам то буду пишет климат контроль здесь такой вот тоже внутренний двор окошко из кухни кухонька духовкой вытяжкой плитой микроволновка холодильник мойка шкафчики посуды набор ну она лучше на самом деле чем была на фотографиях букинге фильтры для кофе кружечки так что здесь ножи есть ложки вилки штопор есть терочка можно подмести чем есть мусор моющая для посуды сушка для посуды это у нас посудомойка вода кстати в кране питьевая пылесос есть что здесь ничего здесь я уже была набор травки чай и кофе вешалка счетчики для обуви поддон чтобы был пол чистенький ванная комната бойлер эхо ну здесь душ ванны здесь нет просторная комната санузел просторный вот такой именно душ и здесь в шлепках нужно будет купаться сушка тепленькая вреет вот такая квартирка даже фен есть а я думала что не будет или плохой и тащила свой привыкла со своим феном ездить и есть чем потереть пол милая квартирка мне нравится вида конечно нет на улицу но наверное это и хорошо 186 евро за пять ночей так гладилка утюг есть подушечка запасная сейчас будем собираться идти в супермаркет за едой на улицу винтовая лестница такие шарфоники и двор вовнутри так она здесь так много домов строится с двориком внутри интересно и вот идем 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 вид отсюда клетка клетка лестничная много крутых ступенек вот тут мы шарились по ящикам искали ключи искали пароль и коды как войти было непонятно вот получается так как нулевой этаж наш первый этаж это как нулевой красивый потолок здание такое историческое походу такие большие большие ворота вот этим ящиком шарились не могли войти в подъезд не доходило до нас как это можно сделать как то у нас понимание не очень происходило потом уже ближе к трем часам поселение начал более активно отвечать вдруг появилась инструкция которая у нас почему то не пришла к нам на почту вот и потом стало все более более понятней там в нашей входной двери нужно было набрать пароль из которого из ящичка выпали ключи вот цвет включился автоматически такая тишина погода хорошая в водопеште мы ехали вообще солнышко было но уже ближе к водопешту облачка и дождь сегодня ну а вообще тепло плюсовая температура муж пока мучает двери пока еще не совсем приспособился как закрывать возле подъезда много-много вывесок но с названием наших апартаментов не было ни одной и он не мог четко и прямо написать как какую же нам кнопку нужно нажать так что непонятно то ли у нас тоже не понимал то ли он играл тянул время на трех не знаю ну было похоже на квест пароль и ключи сидели в кафе часа два я даже забыла снять еду которую мы там заказывали мы сидели в напряжении там думали девочку привлекали которая нас обслуживала она звонила нашему хозяину а он сбрасывал не брал потом написал что якобы он за рулем в общем было такой мозговой штурм пару часов такой у нас каламбурный день прошла глубже еще такой фонтанчик в нише интересная конструкция дома такой старинный дом это у нас кухня выходит сюда велосипед чей-то стоит интересный дом приятный интересная табличка да как это включается просто открывается ну если не забыла написать сразу какой у нас ну какой у нас покажи как 10 595 где у нас наша строчка какая 12 а детьми такой и нажимаешь код да и открывается там кафе рядом с нашей двери мы провели два часа ели яичницу пили кофе и пиво вот наша улица называется риги поста стрит макдональдс идем исследовать район старый город да старый что старый пост риги поста стрит старый большой большой макдональдс новогодние украшения а вот такая интересная вещь в 13 доме такая многолюдная уличка ватси известная улица ватси торговая торгово-прогулочная очень красивый город нравится а у нас пантан вода у них питьевая пахнет каштаны жарят и тот сезон когда витрины завораживают снимаю чувство не поместится ничего какие красивые вещички керамика и вышивки красивые очень какая прошлое 23 900 это не дешево вот такие подушечки посмотрите какие красивые а вот какая прелесть для интерьера а вот какая роспись паприка это фишка в Венгрии вон росписной деревянная какая керамика да интересно билетики рукавички вина сегодня же суббота но не все магазины работают со мной парень поздоровался в подъезде я правда не знаю как по их нему на стороне подожди смотри инсталляция ты понял пластик книжный магазин открытки такой уютненький галстуки галстуки всякое разное дерево очень презентабельно где глядит не знаю что это а это какой-то бутик такой презентабельный да и конс бай бизанг внутри очень красивая архитектура у этого магазинчика давай встроим кофейня 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 мы тут проходили возле магазинчика и сидят двое парней вне не магазинчика а кафе и один мальчик гладит по голове другого так они проявляют внимание жесть конечно спортивное кафе там вон телеки много ребят какая атмосфера спортивная футбольная а вон домик красивый архитектура очень красивая да вот такой вид красивая последний раз так ходила вот открывала в испании барселоне валенсии даже люблю архитектуру мне больше ничего не надо вот ходить по уличкам рассматривать домики на пить вот атмосфера местная и все в этом кайф здесь меня привлекло внимание люстра посмотрите какая офигительная какая она массивная и огромная уже темнеет камера немножко плохо берется а вот туристический автобус красный красная линия есть сайт у них зеленая фиолетовая красная линия вот достопримечательно все какое здание офигительное красота вот витринка красивая с местными сладостями оригинальные пешеходная торговая прогулочная камера не передает красок дойчмен та обувь кстати хорошая дойчмен ну неплохая кто-то хвалит кто-то ругается пока не смотрела но уставший едем домой два суток ходьбы уже просто капец как валит с ног топин пассаж красивая архитектура очень красивый город Вот такой очень своеобразный, он свой. Такая красота. Такая красивая, красивая красота. Вот так живем классненько, сватцы с улицы, сворачиваясь на нашу Риги-пост и вон наши там апартаменты. Супер. Да, удобное место. И там до моста недалеко. Вон раз и все, один и украл второй. Небольшая наша закупка, в супермаркете есть парк. Возможно, это тот, который только нам попался, но мне он не очень понравился, там не очень большой ассортимент. Ну, к примеру, там колбаса ассортимента есть. Ну да, масло. Скобану с колбаски взяли. Взяли такая скайвину, вот такую попробовать, белую. Водичку, помню, 109. Коринка с колбаски. Сосиски попробовать, какой у них варенка. Ну, то есть, вот такие изделия. Сыр мягкий. Пока не знаю, с каким сыром сравнить, название не понимаю. Вот, кстати, салфетки прикольные из кафе. Остались черные. Первое в таком случае. Такого черного угольного цвета. Яйца. Ну и два сырка. Сыр по типу моцарелла. Очень вкусный, солененький, но это его не портит. Мне это очень нравится. Вкусный. Сырка режется очень плохо, потому что он настолько мягкий и свежий. Поэтому плохо режется. Колбаска с паприкой. Немножко острит, но не критичный. Очень пикантный вкус. И вкусная, очень вкусная. Мне понравилось. С какими-то грибами у нас. Такие желтенькие, прижелтенькие. Красивые. Посмотрим, как они себя поведут. Ну, на внешний вид красивые. Ну, такие красивые солнышки. Приятного нам аппетита. С соусом йогуртовым. Рис, выпускаем... ... ... Продолжение следует...